Как представитель комитета по охране здоровья могу сказать, что никаких кардинальных изменений в системе финансирования российского здравоохранения будущей трехлетки не произойдет. Несмотря на бравурные заявления, несмотря на громкие фразы, увеличение составит в абсолютном выражении всего 11%, и, к сожалению, этим увеличением финансирование российского здравоохранения по отношению к ВВП составит всего лишь 3,5% в следующем году, и в 2020-м 3,6%, в 2021-м году 3,4%. Я напомню, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения минимальное финансирование здравоохранения из государственных источников должно составлять в районе 6-7%. Иными словами, российское здравоохранение будет находиться на том же жестком дефицитном пайке, на котором оно находилось в последние годы. Это не позволит реализовать, на наш взгляд, большинство инициатив, в том числе и демографических, и выполнить те задачи, которые поставлены, в том числе и в указе президента, по увеличению продолжительности жизни, по снижению смертности в разных группах. Система крайне несбалансированная, эти 11% не способны сегодня закрыть те потребности, те проблемы, которые возникли в нашем здравоохранении. Связанная с лекарственным обеспечением, связанная с растущей кредиторской задолженностью, сегодня она превысила 500 миллиардов рублей. Это задолженность, безусловно, учреждений здравоохранения, но так или иначе она будет связана с бюджетами, с региональными бюджетами и с федеральным бюджетом. Это огромная сумма, это та сумма, которая сегодня не позволяет закупать в должном объеме необходимые лекарственные вещества, это та сумма, которая не позволяет в должном объеме выплачивать налоги, это та сумма, которая ведет все так же к росту кредиторской задолженности, блокированию счетов наших больниц, особенно первичного звена, и жутким диспропорциям оказания медицинской помощи. Несмотря на наличие высокотехнологичных медицинских центров, несмотря на колоссальные затраты на их строительство и на их функционирование, на сегодня первичное звено находится на этом самом голодном пайкет, именно то звено, которое каждый день оказывает медицинскую помощь нашим гражданам. В повестке дня сегодняшнего заседания будет несколько вопросов, инициированных в том числе фракцией КПРФ. Будет рассматриваться закон о детях войны, шестой раз мы вносим этот законопроект, по которому люди, родившиеся с 1928 года по 1945 год, будут иметь дополнительные льготы в виде ежедневочной денежной выплаты в размере полутора тысяч рублей, в виде бесплатного проезда и еще ряда льгот, которые на нас ждет крайне необходимы этой группе. Это те люди, которые восстанавливали экономику, советскую экономику, экономику Российской Федерации, это те люди, которые вынесли на себе всю тяжесть послевоенных лет, и на сегодня их 10 миллионов человек, они заслуживают того, чтобы государство повернулось к ним лицом, для того, чтобы они получили к своей мизерной пенсии хоть какую-то добавку из федерального бюджета. Та практика, которая сегодня сформировалась, когда 25 регионов приняли свои законы региональные, а 60 не приняли, она крайне порочна. У нас единая страна, и, соответственно, люди, которые имеют одинаковый статус, должны иметь одинаковые меры социальной поддержки. А сегодня их получают только те, кто проживает, скажем так, в регионах-донорах, либо в регионах, которые имеют средства. А чем виноват человек, который отработал честно в свою жизнь, оказал соответствующие услуги, и в данном случае оказался не в регионе-доноре, а в каком-то регионе, который имеет огромный дефицит и не получает соответствующих мер социальной поддержки, это большой вопрос. Еще один хитрый законопроект, который сегодня вносится, это очередное лоббирование интересов автостраховщиков и вот такая вот законодательная борьба с теми людьми, теми владельцами автотранспортных средств, которые пытаются защищать свои интересы в суде, добиваясь выплат компенсационных, соответствующих сегодня положениям нашего законодательства. Сегодня в ряде мер, которые предлагаются по внесению изменений как раз в закон об ОСАГО, будет одна очень хитрая статья, она будет заключаться в том, что закон о защите прав потребителей не будет больше распространяться на компенсационные выплаты, которых сегодня добиваются наши автовладельцы в борьбе со страховыми компаниями. Это приведет к тому, что страховые компании получат огромные прибыли, это приведет к тому, что люди не смогут, автовладельцы не смогут эффективно защищать свои права в борьбе вот с этими самыми автостраховщиками. Фракция КПРФ будет голосовать категорически против этого законопроекта, но, естественно, за закон о детях войны. В Комитете по бюджету, в котором я состою, на этой неделе каждый день будет рассматриваться проект бюджета. Вчера мы рассматривали прогноз социально-экономического развития, если иные параметры бюджета. Этот бюджет впервые с 2011 года является профицитным, но несмотря на то, что доходов в бюджете на 2 триллиона больше, чем расходов, он продолжает не учитывать интересы простых людей и интересы граждан России. Менее чем на 1% повышаются расходы на социальную политику и составляют менее 5 триллионов рублей. Увеличиваются расходы на здравоохранение и образование, но они в совокупности составляют меньше 10% всех расходов бюджета. И позиция нашей фракции остается неизменной по этому вопросу, что расходы по данным статьям должны быть увеличены более чем в 2 раза и составлять не менее 20% от всех расходов бюджета. Увеличиваются расходы на трансферы регионам, но они продолжают не компенсировать те выпадающие доходы, которые образовались в результате тех решений, которые принимаются федеральным центром. Я напомню, что в том году у регионов забрали 1% налога на прибыль и часть акцизов, что в совокупности составило до 100 миллиардов рублей. В этом году также принимаются решения, которые ухудшают положение регионов. В частности, с 1 января 2019 года практически отменяется налог на движимое имущество для предприятий, которое хорошо отразится на большом бизнесе, но для регионов это означает выпадающие доходы около 200 миллиардов рублей. И мы считаем, что задача депутатского корпуса, задача депутатов сейчас проконтролировать, чтобы эти выпадающие доходы регионов были компенсированы правительством. И в дальнейшем, конечно, нужно обеспечить, чтобы все решения федерального центра, которые ухудшают положение регионов, должны в обязательном порядке компенсироваться. К сожалению, пока это не так, мы зачастую видим решения, принимаемые федеральными министрами, министерствами, не учитывающие мнение регионов и значительно ухудшающие положение на местах. Я приведу один пример, тем более этот законопроект сегодня находится в повестке и будет рассматриваться. В 2014 году было принято решение о проведении обязательной экологической экспертизы на Прибайкальской территории. В радиусе до 200 километров все объекты, которые строятся и реконструируются, должны проходить обязательную экологическую экспертизу. И если на территории в радиусе до 50 километров эта мера оправдана и действительно служит сохранение озера Байкал, то в радиусе до 200 километров она изначально выглядела избыточной. Против нее протестовали власти всех Прибайкальских регионов. Это и Иркутская область, и Забайкальский край, и Республика Бурятия, общественность, научное сообщество. Дело в том, что расходы на экологическую экспертизу достаточно большие, более полутора миллионов рублей, срок ее очень большой, до полугода. И зачастую муниципальные власти не могут себе позволить ни такие расходы, ни такое время на прохождение экспертизы. И по сути был поставлен под вопрос обеспечения здравоохранением и образованием более 2 миллионов человек, которые проживают на этой территории. Депутатами Госдумы неоднократно вносились инициативы, направленные на решение этого вопроса, но, к сожалению, правительствам вносились отрицательные заключения. После многочисленных обращений местных жителей президент Российской Федерации обратил внимание на эту проблему. И он в том году дал поручение Министерству природных ресурсов о внесении изменений в законодательство, направленных на решение данной проблемы. Срок исполнения этого решения был 1 декабря 2017 года, но, к сожалению, до сих пор в Государственную Думу не внесен законопроект от правительства, направленный на решение этой проблемы. Законопроект, который будет рассматриваться сегодня, который стоит в повестке сегодня, единственный законопроект, который направлен на исполнение поручений президента и решение данной проблемы. Суть его в том, что сократить обязательную экологическую экспертизу для всех объектов на территории до 50 км, а на территории до 200 км ставить обязательную экологическую экспертизу только для особо опасных объектов, первого и второго класса опасности, таких как заводы, фабрики, рудники и тому подобное. И мы надеемся, что сегодня этот закон будет принят и насущная проблема для прибайкальских территорий будет наконец-то решена.